здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад ну что давненько что-то я не пекла ничего вкусного к чаю на сегодня баня поэтому придут дети ну и надо чем-нибудь себя побаловать сегодня будет яблочный пирог насыпной честно скажу буду печь его первый раз вот если получится как раз тогда вам покажу так что если смотрите значит пирог удался яблоки у меня своих антоновские вот долежали уже до ну почти что до февраля конечно они вот уже начинают вот это вот я подкину сейчас уже вот такие вот немножечко пятнышки кое-где но в принципе они очень вкусные и антоновские яблоки самые лучшие в принципе для выпечки и в этот пирог подойдут яблоки именно кисловатый поэтому магазинах выбирайте такие зеленые яблоки еще нужно будет стакан песка стакан молока стакан манки стакан муки вот стаканы эти все одинаковые но если взвешивать то естественно весовая масса каждого ингредиента но вот сухих ингредиентов будет разное итак первое первое что мы делаем натираем яблоки на крупной терке и чтобы просто вам здесь лишнего времени не тратить я думаю что все это могут сделать не надо это показывать яблоки натираем вместе с кожурой и так яблоки я натерла всего пять яблок и теперь вот у меня тут немножечко лимонного сока мы поливаем там две столовые ложки лимонного сока чтобы яблоки не темнее перемешиваем я знаю что у меня свои антоновские яблоки они все равно потемнеют и мясо не станут вот такими светленькими но и это вообще ничего страшного в этом нет все яблочный слой меня готов теперь делаем как бы можно сказать сухое тесто смешиваем сухие ингредиенты стакан манки стакан муки стакан сахарного песка не очень целый видите можно целый и еще разрыхлитель для теста полторы чайные ложки наверно целый пакетик идет сейчас посмотрим вот полторы чайные ложки разрыхлителя и хорошо все перемешиваем просто обычную смесь равномерно чтобы было все равномерно и теперь эту смесь нам необходимо разделить на 4 равные части я возьму 4 одинаковых стакана и пересыплю в 4 стакана сухую смесь я распределила примерно так так ложечку дела на 4 стакана здесь вот побольше можно тут уж плюс минус 4 части форма у меня вот такая разъемная смазала дно проложила бумагу и бока вырезала тоже из кальки чтобы он приклеился этот бок форму саму смазать маслом и прекрасно на масло все приклеивается так берем первый слой я возьму чуть-чуть побольше и распределяем его по форме сухую смесь стараемся поравномернее теперь яблоки яблоки нужно разделить на три части вот почему удобно все таки таком широким тазике это делать просто аккуратно ложечкой я примерно посмотрела на три равные части и одну часть я сейчас выложу на сухую смесь одну часть и тоже очень аккуратно ложечкой распределю равномерно крыльчика крыльчик крыльчик отошел вот так немножечко утрамбуем теперь сюда высыпаем второй стакан сухой смеси вот так и опять все разравниваем сухую смесь и снова яблоки и так мы сделаем два раза и третий раз мы засыпем сухой смесью и так это третий слой яблок вот и я его засыпаю четвертым стаканом смеси пока у меня вот это дело сейчас здесь все разравнивается стакан молока я довожу до кипения и в этот стакан молока я кладу небольшой кусочек сливочного масла примерно 30 грамм и пакетик ванильного сахара и и вот видите довожу до кипения и масло там должно растаять у меня на медленном огне а я пока сейчас разравниваю смесь ну в принципе все видите какой высокий получается пирог и теперь я беру вот это горячее молочко с разошедшим там маслицем уже так пахнет вкусно молоко с ванилью сейчас масло все разойдется и теперь аккуратно ложечкой стакан молока выливаю сюда сверху кусочек масла здесь ничего страшного равномерно и берем вилку или ножичек и протыкаем пирог чтобы молочко прошло во все слои так молочко сейчас туда уходит мы еще добавим такие проколы остатки молока все что все края все смочилось молочком и еще раз поделаем такие проколы только потихонечку но в принципе вот духовка до 180 градусов у меня разогрета у меня верх-низ и обдув ну вы уж по своему режиму смотрите печется пирог не быстро в рецепте написано что 40 минут я засеку и обязательно вам скажу в конце что получится вот пирог готов и ставлю его в духовку ну что друзья мои пекся пирог у меня 50 минут и в принципе вот он готов выключила духовку еще оставила на 5 минут ну чтоб пирог не осел чтобы был вот такой в принципе формы как он поднялся единственное вынула его сняла форму форма от отстает конечно же хорошо потому что здесь у нас с вами бумага пекарская но последнее время бумага пекарская меня что-то стало раздражать в фикс прайсе отвратительного качества купила бумагу в улыбке радуги но не лучше чем в фикс прайсе поэтому очень аккуратно снимайте край лучше чтобы пирог постоял минут там 10-15 а потом край вот этой бумаги снимется легко вот я начала снимать сразу плохо и пирог к бумаге очень-то прилипает ну и вот говорю что вот эта белая калька мне действительно не нравится пирог еще горячий но я уже отрезала вам показать включила свет вам показать насколько он сочный видите сколько вроде как делали сухой совсем сухую смесь а пирог получился достаточно сочным он еще горячий вот посмотрите все пропеклось равномерно яблок много видите еще даже пар идет видно ну надо чтобы постоял но не терпится очень вкусный очень сочный в меру сладкий очень великолепный сверху когда он остынет можно посыпать сахарной пудрой такой теплый пирог здорово подавать с мороженым или с яблочным компотом и уверяю вас что жизнь у вас удалась что так что друзья мои попробуйте особенно хороший этот рецепт тем кто не любит возиться с тестом раскатывать его там то здесь вообще можно печь пирог не запачкав стол как я говорю смешал все и готов пирог замечательный с чаем сейчас заварю чай знаете как у меня есть у меня есть бомбовый чай иван чай с яблоками есть простой черный чай апельсиновый яблочный я делаю сама как нибудь сниму обязательно видео о своих чаях это вообще вкус потрясающий и что еще хочу сказать друзья мои кто подписан на мой канал кто друзья моего канала или просто гости я теперь рецепты буду выкладывать по воскресеньям сделаю такой вкусный воскресник чтобы не в течение недели а вот четко по воскресеньям буду выкладывать в плейлист готовим дома свои рецепты каких-то блюд так что чтобы вы посмотрели может быть тоже сделали вкусное воскресенье спасибо всем за внимание всего всем доброго вы были на канале у Светланы Лоди Сад